Всем привет! С вами канал Artmania. Сегодня у нас с вами на обзоре вот такая вот вкусняшечка. Бери ложка называется. Марка, да? Макароны по-флотски. Здесь 250 грамм готовый обед. Открыл и съел. И можно разогревать в микроволновке. Это как раз такие вот вкусняшечки, которые вы можете взять с собой куда-то в дорогу. То есть ее не обязательно хранить в холодильнике. Ее можно хранить просто на столе. В шкафчике там и все такое. Вот до плюс 30. Минус 10, плюс 30. Представляете? То есть в Сочи, допустим, мы там или на море поехали, да? Холодильника нет. Таких кучи набрали. Полный рюкзак. И впитаетесь. Ну и, конечно же, там бывают не только макарошки с мясом. Бывает и что-то другое. Это уж я взяла, чтобы проверить, насколько там мясо. Насколько это все похоже по картинке мы с вами будем смотреть. И давайте уже посмотрим состав. И вообще то, что у нас здесь с вами написано. Так, вот смотрите. Три года она может спокойно лежать. И один день. Вот. То есть три года целых вы накупили подешевле. Стоила она в районе 60 рублей. Смотрим состав. Нажимаем стоп, читаем. Так, как можно. Можно на сковородку вывалить. Можно в микроволновке. И в походных условиях как получится. Вот. Так. Белков здесь 7,5. Жира 9. Углеводов 22. А, ну вот, да. Написано. Три года. Со дня изготовления. Есть у них сайт. Надеюсь, что вы состав прошли. И, в принципе, тут состав. Так, 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 так. Таматная тра-та-та. Душица. Усилитель аматы. Ну, натрий, конечно, как всегда. А, и все. Кстати, состав очень даже хороший. Нету едобавок. Хотя, в принципе, они могли добавить их очень-очень много. Так, открываем ее. Оп, вылезла. Так. Выглядит она как такой паечек, да? Сухой. Такой жестяной баночки. Тут. Ну, конечно, продыряется. Если вы там нож, то она воткнется. И давайте открываем и смотрим. Мне самой, если честно, это очень сильно интересно. Что же там? Насколько она похожа? Да, кстати, написано. Не содержит ГМО. Ну, надеюсь. Кстати, напишите в комментариях, кто знает, что такое ГМО. Мне кажется, это пишется сейчас уже просто везде. И мало кто знает. Но при этом, когда читаешь состав, там куча всего. Всякой гадости. Куча всякой химии. Так, открываем. Пахнет, кстати, обалденно. Маслицы. Хотя, с виду, конечно, похожи на какие-то такие сложные червячки. Ну, не знаю, когда я открывала, мне показалось это вот так. Так, ну, конечно, я буду разогревать в тарелочке. Не хочу в этой, потому что мы будем с вами смотреть ее. Вываливаем. Ой, что-то она не вываливается у меня. Ой-ой-ой. Я что-то думала, что она сейчас как выпрыгнет. А она, ууу, как она прям. Маслицем сверху. Ну, и все. Упаковка осталась. В этой упаковке можете уже накормить собачку. Положить что-то. Что-то положить, приготовить. Ну, ладно. Давайте попробуем ее разогреем. Может быть, она будет более развалистая. Потому что сейчас это можно брать вот так вот и просто есть. Хотя она у меня не в холодильнике у меня стояла, кстати. Она стояла просто в шкафу. Ладно, греем. Погрела 30 секунд. Да, она остается, в принципе, такая же. Видимо, хорошо прям там складывали. И не просто там положили и закрыли, да. А положили, чтобы здесь было именно 250 грамм. Жалко, что мы с вами не взвесили. Смотрите, прям тяжело двигается. Но, в принципе, я не думаю, что там будут обманывать. Ну, давайте, ладно. Ладно, давайте взвесим. Давайте взвесим. Давайте, знаете, тогда, как с вами взвесим. Сейчас мы взвесим тарелку полностью. Когда я съем, я снова взвешу тарелку, уже пустую. И оттуда вычислю. И получится как раз вес этой макарошки. Весит она 585 грамм. Слушай, что-то много. Неужели у меня тарелка 250 грамм весит? Обалдеть. 585 грамм. А если такая же другая? 300 грамм. А, ну, наверное. Да? Кто там у нас в математике посчитает? 585 минус 337. Сколько там получается? Какая цифра? Пишите в комментариях. Так, и, конечно, давайте ее будем пробовать. Пока вы там считаете. Считаете вы в уме. Не на калькуляторе. У кого цифра получится правильная, тот попадет в следующий ролик. Ваш комментарий попадет. Так, хотите попасть, да, в следующий ролик? Пишите скорее. Так, вот так выглядит. Ну, прям такая. Можно как тортик отрезать. И давайте ее попробуем. Пробуем. Понимаете, не хватает какой-то сочности, какого-то сока. Она больше как такая еда, получается, прессованная. Как будто ее прям, знаете, так вот взяли, прям прессовали вот сильно. Выдавили весь воздух там. Все, что у нее есть, положили ее туда, вот упаковали. И все. Ощущение вот такое. Еще бы вот чуть-чуть прям сока такого ароматного, было бы классно. Она не острая. Вкусная. Ну, реально вкусная. Как, знаете, как столовая. Как, не домашняя. Домашняя, она бы была посочнее. А там более сухая. И хочется запивать, запивать, запивать. Ну, а довольно вкусная, такое ароматная. Такая, как сухой паек. Только немножко влажненький. Совсем капельку. Да, знаете, было бы здорово, если, может быть, упаковочка была бы немножечко побольше. Или была бы еще дополнительная упаковочка с каким-то соком. Где вот, допустим, достала одну, положила. Потом там какую-то небольшую баночку открываешь. И еще сверху соком поливаешь. Было бы круто. Было бы очень круто. Потому что вот так вот сухой паек, допустим, где-то, где-то, где-то вы там отдыхаете. Вы выпьете воды столько. Не мере. Ну, можно, конечно, да, добавить туда воду, наверное. Или, я не знаю, сок какой-то сделать. Что-то придумать можно, наверное. Ну, довольно вкусно. Можно вот так вот купить. Допустим, если у вас покушать некогда, нечего приготовить, то... Да, цена, кстати, стоила она в районе 60 рублей. Ну, в принципе, мне кажется, может быть не так и дорого. А может и дорого. Пишите в комментариях. Ну, за макароны, конечно... Да, кстати, мясо-то мы с вами не посмотрели. Макароны у нас по-флотски. Мясо, конечно, здесь... Ну, оно лежит, вот где-то, где-то лежит. Его особо даже не поймаешь. Ну, в принципе, кстати, как на фотографии, так и тут практически. Вот. А, нет. Верим, шерсть сразу. Его очень не чувствуется особо. Его довольно мало здесь мяса. То есть, наверное, это как котлету надо покупать. Ну, выглядит, конечно, по-разному. Здесь выглядит, как в тарелочке она изначально была. И после этой упаковки, какой она стала. Может быть, мешать ее надо? Я не знаю. Напишите в комментариях. Может, прям долго перемешивать. Мне кажется, от меня ничего не останется. Я сейчас еще начну мешать ее. Ладно. На сегодня это все. Такой был у нас с вами обзор. От этой марки есть еще сухие пайки такие, продаются. Если вам интересно, то пишите. Давайте еще... Нет. Напишите, давай посмотрим еще, какие есть там. Ну, я не знаю, что-то напишите. Давайте еще, давай еще обзоры такие же. Там, я не знаю. Ну, что-то напишите. Вот. С вами был канал Artmania. Подписывайтесь, ставьте лайки обязательно. Пишите комментарии внизу. Здесь подписывайтесь. И всем пока-пока. Также смотрите другие ролики. У меня очень много обзоров на всякие шоколадки, на всякие вкусняшки, рецепты, влоги, болталки. Там, болтушки. Короче, куча-куча-куча всего интересного. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok